ребятки дорогие всем привет с вами ромашку дар компания ford life сегодня как обычно для наших партнеров компания market записываем обзор рынка криптовалют по битку сразу начнем что далеко не ходить что по битку пока что цена пилится там между 29000 уровень сильной с истории но тут еще есть еще одна такая зона 2729 и сейчас вот вроде бы пытались закрепиться выше пошли вниз стоят как бы снизу но ребята видите нету перила вот этих минимумов да и да много прошли но падение как мы не видим и плюс нас локально тренд сейчас восходящий поэтому отката эти скорее всего для продолжения роста но может быть конечно какое-то снижение я думаю что он может сходить на 25 это реальный шанс или может 23 даже а потом с перехами думаю все таки мы должны увидеть 35 38 ну таком среднесрочной перспективе это пока вот мой сценарий хотя тяжело сейчас уже ну понятно он вырос там на сто процентов снизу ребят на реально сто процентов смотрите 15 500 и 30 там одна тысяча то есть сто процентов это много для битка поэтому конечно он может и постоять себе сейчас пока что все нормально даже думаю даже если 25 будет пробивать ну думаю нет ничего критичного даже нету но я думаю могут пойти на 25 с тестом хотя пока цена выглядит неплохо цена по аде 30 0 38 нормально стоит хотя у меня форма формация мне не очень то есть видите был импульс вернули потом опять как бы такая попытка рост опять вернули и обычно такое могут и вниз пробить и там туда откроется потенциал где-то движение на 0 32 и оттуда уже можно будет рассмотреть на какой-то лангец пока что такое себе хотя локально в принципе локально мы растем хотя я говорю коррекция к этому же быть я такое не очень люблю брать нужно какой-то сигнал либо ложный пробой сыну то есть вниз и обратно либо что-то еще потому что здесь такая себе точка входа не очень прям сильная bnb не можете как 335 пролететь смотрите очень много если пройдет думаю что она 450 пойдет 335 вот очень хороший уровень постоянно его очень много раз тестирует но я думаю что в этом с 5 6 раза вот смотрите 1 2 3 4 5 6 уже 7 раз то есть чем больше раз тестируется тем более тем проще пробить ну или не пробить скажем так но хотя видите постоянно поджимать постоянно чтобы какая-то большая заявка стоит неделька в целом такая тоже распила распила как бы тренда как такова нет но и нисходящего тренда нет ребят поэтому нормально все тут смотрится на лангец просто нужно дождаться сигнала я пока вне рынка понаблюдаю я пока не хочу лезть dot dot у нас пытался 5 7 удержать пока пробивает но нету импульса видите тоже но постоянно зрите вот вообще тут волатильность один день там или два бывает какой-то там рост или что или падение дальше все тут торговать конечно нужно очень точечно разве что ну и вот здесь если брать но я бы смотрел где-то от пяти если будет то есть хотя я сейчас вот закрепление может быть и шарте с какой-то до пяти будет тоже можно рассмотреть пока что сигнал так бы есть но еще нужно подтверждение этого сигнала подождать эос то тоже 103 пробил и теперь может быть 90 центов там что-то будет никак он не может расти этот эос у меня там еще долгосрочная позиция есть вот тут было ретест вот этого снизу уровня видите вот там зона 150 и что-то вообще его ниже пробили чем уровне 2000 там девятнадцатого года ну такое себе сейчас на следующем росте там в зону там 10 буду продавать нафиг все это не хочу в этом сидеть давно уже эту сижу думал там он покажет хотя бы доллара 30-40 он вообще никак никуда не идет и хуже рынка смотрится но это долгосрок я еще брал очень давно ребят значит пока что 103 вот и 091 вот эти вот два уровня можно и рассмотреть что-то от них будет эфир 228 и тысяча там 661 вот здесь вот что-то искать но не знаю мне не очень нравится еще вот такая вот эта модель непонятная хотя таких непонятных моделей часто бывает и хороший рост да ну видите вот был ложь ложняк сделали хотя вот видите вот это уровень очень класс 1700 1700 вот тут у зона с которой вот это был прострел сейчас мы пока выше находимся вроде бы неплохо но так посмотреть график ребята тут конечно еще может и могут еще раз ходить там на тысячу конечно хотя посмотрим как бы он сильнее рынка в принципе то коррекция на росте и сейчас вот так оставили хотя не было такого набора как здесь его может и не быть эфир то есть этот раз конечно можешь по-другому сделать но смотрится сильно лайткоин халвинг у нас в августе сейчас откатился но можно рассмотреть сюда я посмотрел бы на 81 и 5 из 103 вот два уровня хотя может он ведь из 3 3 неделя стоит 84 и 3 вот эта вот зона вроде вот это все можно пробовать и 84 и 5 вот за стопом сюда ниже но или даже по текущей со стопом хотят у нас внутри потенциал потенциал у нас получается 15 долларов а если мы поставим то сколько надо поставить 88 а стоп 4 ну маловато маловато надо брать хотя бы где-то по 86 и стоп то до 84 вот так вот если брать по факту ну . такая семена хотя сильно халвинг будет думаю что еще потянут там зону стоит 25 150 сн пишка вчера залили ребят но пока я ничего критичного здесь плохого не вижу то есть нормально все вот уровень 4 200 никак не могут пробить его по 4 200 если пройдет 4 200 то есть шансы на 4 600 там 4 800 если 4 200 вот этот пробьют пока что никак не могут хотя очень много растестировали локально пока неплохо ну хотя может быть все конечно пока здесь все нормально смотрится хотя могут еще раз сюда сходить на 3 500 такой вариант тоже возможен на средней сроке солана то два уровня 20 и 26 и 3 вот от них нужно торговать пока что внутри диапазона я бы не лез в эту в эту точку единственный центр не может и для об Kr-и nobino т-русова 1 на 100 вкольку прогнозы и все так вот пог theatrical т рик с ноль 64-4 и еще D&3000 вот значит колбасут на станции если нормальное состояние яLR пробия美я можно рассматривать в зону на 0aw18th рост но очень неплохо сильнее рынка все падение выкупались видите и далее начинается расти. Нормально все здесь. Lumen, ребят, прошел ниже 0.93, 0.93, вот он. И дальше цель 0.08 будет. Хотя тут, конечно, но я брал бы 0.08 вот отсюда где-то, потому что тут внутри диапазона. Точка, ну конечно, непонятно, обычно говорю, такие непонятные точки, они очень часто идут. Хотя я такое не лезу, я вот так вот скажу честно. Ripple, Ripple 0.55, 0.57 и 0.42, вот тут вот можно рассмотреть его, конечно, накопился неплохо, очень хорошо постоял, поэтому я Ripple там долгосроке жду там 8-10 долларов, там буду выходить, ребят, да, вот у меня там цели будут где-то в 8 до 10 долларов. Учитывая, что там сижу уже года 4, наверное, поэтому надо взять хотя бы какое-то движение. Поэтому Ripple неплохо стоит, можно рассматривать также вот эту точку 0.42 или 0.55 выше с закреплением, то есть когда пойдет. И Tezos еще у нас есть, тоже тяжелый, медленный, вот пробил 0.103 и сейчас уже, я как бы думаю, что 0.91, а возможно даже 0.8 мы увидим. Такой, конечно, разворот был. Думаю еще Ripple, может быть этого low даже будет или выше этого low, то есть можем и хотя вот здесь тоже уровень есть, смотрите, вот видите там 0.95. Ну тут зажато, да, получается. Если мы это отметим, то да, 0.103 можно разве что забирать, хотя от него было движение вниз и вот от него останавливали. То есть поэтому тут, конечно, тоже пила такая, я пока вне рынка. У меня есть несколько позиций там, да, ну много я позакрывал, ну есть просто тут не вся, не вся крипта. Много там альфа у меня была, айкон был ICX, там на импульсах это все позакрывал, пока посижу в кеш понаблюдаю. Если будет какой-то сигнал хороший и так далее, буду брать. Пока что я в сторонке немножко постою, есть у меня там еще другие позиции, конечно, если пойду, то хорошо. Пока лучше постою в сторонке, мне надо каждый день торговать и постоянно быть в позиции, постоянно быть в рынке. Можно иногда со сторонки тоже эта позиция понаблюдать, когда тебе надо, тогда и заходишь. Ребятки, всех, кто нету счета открывать, считав компанию маркетинг по ссылке ниже, получайте бонусы. Это, в принципе, надежно, я считаю. И, наверное, даже понадежнее, чем другие биржи, децентрализованные, там централизованные, да, потому что у вас договоров нет. Тут у вас есть договор, есть там и крипта, есть акции, фьючерсы, все в одном терминале, в одном счете. И вот какая-то ответственность брокера есть, потому что есть именно договор. А если мы возьмем какие-то биржи, вас просто проводите KFC, никаких документов даже нет, никаких договоров. Просто переводите деньги на сайт и в целом сайт закрылся, там нашу цель, как FTX было, да, пример. Вот все, деньги пропали. Поможет и вернуть, но, конечно, у меня там тоже было долларов 700, пока что информации об этом нет. Хотя приложение уже вроде можно скачать, пока оно не рабочее. Я заходил, пока не работает, но, может быть, и возобновят. Ну, хотя все-таки ситуации не было, лучше очень внимательно к этому относиться. Ребятки, тогда всех обнял. Увидимся в следующей неделе. Всем хороших торгов, прибыльных сделок. До новых встреч. Пока.